ВИЧИ ГЕММИ Второе место, ВИЧИ ГЕММИ на первом У Инвиктус Гейминг, Титан, Клауд, Ликвид, Нави по 4 поражения И у Дикей 5 поражений Дикей только что обыграли, кстати говоря, Нави и US В свою очередь, LGD выиграли Empire в прошлом туре И Инвиктус Гейминг, если не ошибаюсь Нет, не Инвиктус Гейминг, сейчас, одну секунду Мы уточним это в расписании Сейчас Нави сражаются с Ликвидами И одна из этих команд получит еще по одному поражению То есть, в общем-то, ситуация у ВИЧИ отличная по турниру Так, все, внимание Нави Ликвид Какая Нави US, Empire LGD Ну да, все, в общем-то, я правильно сказал Больше вроде бы добавить нечего Давайте перейдем потихонечку к пикам И посмотрим, что же у нас есть Вот это интересная штука от Alliance Они используют Даззла Решили использовать Даззла, которого на турнире до этого мы особо-то и не видели Ну как это? В Virtus.pro играли Да, ну это было на Wildcard матче Ну да, 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 конечно Плюс ко всему это было всего лишь Один раз Один раз И судя по всему Этот единственный раз-то, в общем-то Хотя нет Судя по винрейту стопроцентному Это были не Virtus.pro И это было не Wildcard матче Потому что Virtus.pro свой матч проиграли Тем не менее Я Когда писал блог перед International Написал там такую фразу Которая не совсем оправдалась Но Команда, которая отдаст Вичи Гейминг Там, Shadow Shaman Лекана Лешрака ДК И Nature Profita Может просто левать В случае с Alliance Если они проиграют Это можно Будет воспринимать буквально Им реально нельзя больше проигрывать У них 6 поражений Ну и Вичи Гейминг Забирают Shadow Shaman И Лекана Держитесь вышки Я думал то, что ROTK Будет банить Инчу Или может быть S4 тогда будет пикать Инчу Ну просто если Они будут играть через Инчантрес Тогда непонятно Это будет какая-то фармящая Винга что ли Или что-то в этом духе Просто Лекантропа Очень удобно Контрить каким-то образом Ну не каким-то Точнее Совершенно определенным образом Можно контрить Инчу Но опять-таки Этой Инчу Надо играть весьма активно Shadow Shaman И Лекантроп Чем бороться с этим Я знаю Воидам надо с этим Бороться И S4 должен сейчас Мне кажется Этого Воида В каком-то смысле Брать Только понятно Что Не совсем Очевидно Куда он будет его брать Либо соло-мид Либо на Оффлейн Можно еще попытаться Взять Эмбер Спирита Можно еще попытаться Взять Ну вот Не знаю Мне кажется Мне кажется Два вот этих героя Они спасут От пуша Перед Четвертым Интернешнлом Я попытал Счастье Посмотреть Где-то Десять Азиатских Игр Где-то Примерно так И Если в одной Есть Ликантропы Шэдоу Шаманы Фурионы То в другой Обязательно Есть либо Воид Либо Эмбер Спирит И Очень часто Хочу вам сказать То что Воид и Эмбер Спирит Вполне Справлялись С Вот этим вот Пушем Может быть Конечно У S4 совершенно Другой план На игру Он берет Сфа Сфа Берет Может быть Для лоды Может быть Для себя Самого Играет Команда Альянс На дайер стороне Поэтому у них Нету Такого Приятного Бонуса Как У стороны Радиент Играющий С Сфом Можно Ненадолго Отлучиться В лес Ну это Просто близко И Зафармить Стаки Если Сф уходит На дайер стороне В лес Фармить Стаки То ему Туда и обратно Бежать Немножечко Дольше Он проиграет Не проиграет Точнее А Не сможет Зафармить И пропустит Много крипов В миде Вот Ну Относительно Много Может быть Просто больше Чем на Радиент Строне Вот чем Проблем Как сказал Лайт оф Хевен Загнобить Сфу на миде Нереально Он уйдет В лес И нафармить Себе там Артефакты В общем то Доля правды В этом есть Если посмотреть Да Доля правды В этом есть Но Опять таки Сфу Крайне тяжело Стоять Минт Когда его там Будут очень сильно Напрягать И вообще Вич и гейминг Могут это сделать Если в пару К шеду шамана Добавить более Активного Немножечко Саппорта Это может быть Это может быть Рубик Это может быть Шейкер Вот как раз таки Хороший Персонаж Для того чтобы Для того чтобы Гангать Шейкер стирают Да Ага Заготовочка Понятно Пошла заготовочка Да Урса Винга Дазл Сф Любопытно Посмотреть Кого себе На мид Все таки Заберут Вичи Если это не будет Ликан Если это будет Ликан Кого они поставят На легкую Что у нас С Урсой Хочу сказать Что По крайней мере Одна победа Урса есть Точно Ну вот смотри Какой неплох Как бы Контрят И в принципе Урсу У СФ Этот герой Достаточно Неплохо Контрят Вайпер Скучится Не стали Углубляться В супер Пуш Вичи Гейминг Ну Это конечно Смотря с какой Стороны Посмотреть Потому что Вайпер Соберет Быструю Меку Скорее Всего Ну вот На турнире У нас 66.7% Винрейта То есть 2 с 3 Но Лода Как раз таки Был Той Единственной Урсой Которая Проиграла Что Интересно Понятно Не зашло Илон Друида Банят Да Ну В общем-то Вичи Гейминг Как и любая Другая Команда Висп Фурион В первой Старе Опа Это Огрмаг Друзья Один из Самых Лучших Что Один из Самых Лучших Один из Самых Лучших Что Огрф Один из Самых Лучших Огрф Магов Нет У него Один из Самых Лучших Бафов В игре И По последним Соображением Знаешь Он вешается На БКБ Я хочу В этом Убедиться Я вчера Спрашивал У Смайла Он сказал Что вроде Как Сам Я никогда Не видел Что Блудласт Вешается На БКБ Но Слышал От парочки Я в паблике Тестил Хорошо Значит Мэлшторм Тестил В паблике Отлично Работает Для Сфа Урсы Это Неплохой Буст Но Для Урса В принципе Не совсем Понятно Зачем Нужен Блудласт Потому что Они и так Максимально Скоро Ну вот собственно Веномансер Это пуш будет Это будет пуш Хардлейновый Здесь кто Кто здесь Хардлейновый Не знаю Посмотри Посмотри Какой пик Четыре раза Забирали Лекану Веномансера И Шадоу Шамана И ни разу Не проиграла Эта связка Героев Да Альянс Имеют Такой пик Который Можно пропушить Но Если сейчас Вич и Гейминг Будут играть Под тому же Сценарию Как И Вчера Подобным Пиком Они играли Только у них Не было Лекантропа У них там Тоже был Веномансер Фармящий А Роу Тикей Играл на Веномансере Вот То они Не смогут Ну в смысле Альянс Не смогут Отбиться От такого Пуша Им Надо будет Вич и Гейминг Будут вот где-то С десятой минуты Плюс-минус Где-то Две минуты В зависимости от того Как они отстают ленты Они пойдут в атаку И команде Альянс Просто нельзя Будет стоять За вышками Им надо будет Обходить со спины Нападать Как-то вот Смотри-смотри Это фаст Рошан Чувак О боже Альянс Створят что-то невероятное Сюда же сразу же Делает телепорт Ф-Уай В смолке И Альянс Рискует Вешают Блудласс Сейчас на Урсу Урсу начинает Все прочитал Ну и посмотрим Хватит ли Ф-Уая Сейчас он должен Закинуть туда фиссуру Нет он Не решается подходить Пошел хил Рошана пробивают Но Вич и Гейминг Прочитали Все совершенно Они знают с кем играют Офиссуры по пятерым Боже мой Ф-Уай Это сейчас просто Что-то будет с чем-то Рошан Все еще не упал Заходит Ф-Уай Урса Очень битая Элайанс Элайанс Урса погибает На Ферст Блад Все битые Попадет ли Рошан Шануфин Поднимает Эггис Тут же убегает Ф-Уай Падает Ф-Уай Вторые левла Адмирал Бульдог Адмирал Бульдог Третьего левела Ему нужно вкачать хоть что-то Качает кислую Кидай кислую Крейфеш И боже Бульдог Нубивает он Арутикей Альянс Асфор Пытается спастись Оттуда Он вкачал Кстати говоря Ауру На минус армор И в итоге Шведы у нас Погибают полным составом Но забирают Рошана Что у нас с левелами Творится Второй Первый Второй 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 У Вич Гейминг Альянс Третий Третий Первый Третий И третий То есть в принципе По левелам Они вышли вперед Возможно по фарму О И халяву нашел Да Вот здесь Shadowfin Посмотри вкачал Кстати говоря Два Раза Некромастери Ух Какое начало Да Вот сейчас могу сказать Это первая игра Кстати Да Это первая игра Где Рошан падает До начала крипов Я могу сказать Подпортили Статистику Ребятам в компендиуме Я знал Что так хоть раз будет Но такое количество матчей Не могли Ни разу до крипов Не забрать Я могу сказать Что если бы Рошана добили Каким-то образом Вич Гейминг То это был бы Тотальный провал Это можно было бы писать ГГ и левать Просто писать ГГ и левать Нет То что здесь Здесь сейчас Произошло Это не так плохо Для команды Альянс Да их поймали Их просто простили Тем что не забрали Рошана Не забрали Айгис Если бы забрали Рошана и Айгис Все Ой-ой-ой Что делает Лода Стан В Фае Лода Набегает У Фае проблемы Но у Лоды Также проблемы В Фае Если Да Писсура была потрачена Лода Размененная В Вае Но теперь это супер Здесь может Никого не отпустить Вкачивает Бладласт Акки тут же кидает его Отличное решение Вкачать Бладласт На третьем левеле Кстати говоря Слушай Я уже просто предвкушаю Насколько жарко Это будет игра Это уже очень жаркая игра Это противостояние Не закончится То есть они будут Сейчас меситься Нон-стопом Так вводит Фенрир Хватает Акки Есть фиссура У Шейкера Да Акки тут конечно Жестко зажатого Замедляют Нужно Акки жить Акки жить Нет Акки умирает Если стану венги Нет Стану венги Фенрир отступает Отсюда 7-3 в пользу Вичи Гейминг Вичи Гейминг Все-таки Им бы было Очень тяжело Если бы они Этого Рошана отдали Но вот Красавцы Потому что Если бы они просто Побежали в пятером Рошана бы Элайнс забрали У них Шейкер Сделал телепорт Он прочитал Эту ситуацию Они были готовы На 200% К такому повороту Но посмотри У Элайнс Это уже Как бы Это такая Заготовка рискованная Понимают они Что просто так У Вичи Гейминг выиграть Очень тяжело будет Адмирал Бульдог Еще играет у нас На Дазли Который фарбит Да Наконец-то Нету Не только Виртус Про Играет Кэри Дазл Оказывается Это НС там стоит За спиной НС НС Сейчас такой В студии аналитики Просто ликует Наверное Говорит что Не только мы Играем Но и факт что Эта стратегия Действительно успешная Сейчас посмотрим Виномансер здесь Чувствует себя Конечно Очень здорово Да И если он будет Грамотно играть Забрать его будет тяжело Но Элайнс Уходит Очень грамотно В смоках Я думаю что Аротикей Если он будет играть Как в прошлом матче На фидит И Шансы у него Есть очень хорошие На фидит Ждут они Виномансера Сейчас на топе И он бежит За соп А стоп За арканами сбегал Вот тут надо его было Кстати ловить Ну да Но посмотри какой он Супер аккуратный Просто аккуратный Как Правда не ждешь Совершенно что Оттуда кто-то может Вообще вылезти Даже чисто теоретически Сайлар Вот преимущество Для ликана в том Что он так рано Взял левел Он уходит в лес А урса Не может вообще фармить Против вайпера Супер здесь Супер пятого левела Лода третьего И лода просто крипам Не может подойти Выходят На СФ А СФ отходит Очень вовремя Здесь же волки Здесь же Сайлар Саппорты просто стоят И ждут Чего ждут Непонятно Ну и там и тут В общем-то А Роу Ти Кей В принципе сейчас Фармит змейками Ну хотя конечно Фармит Ну так себе Ну да Ну змейки Маленького левела Еще Так Выходит Ага Все Спалились Теперь А Ро Ти Кей Понимает Что он король Что он задоджил Отличный ганг И сразу Плюс мораль Смоки Приносит себе Фенрир Фенрир Четвертого левела Слушай А Испор же у нас Все-таки Рапиру получил Да Я так понимаю Да То есть сейчас Лучший мидер Мира Стоит Соло мид на СФ Ну да Лучший мидер мира В турнире Один на один Действительно Опа На Хекс Сеточка По таймингу Сейчас будет Фиссура О Вот это да Забили в землю Его Фиссура И туда С другой стороны Земного шара Показывается Лода С четвертым левелом На Урсе Но кстати Лода не качает Клэп И на мой взгляд Это большой минус Потому что С таким пиком Ему бить то вообще Не дадут Так он Клэпом хоть мог Дамажить нормально Так Винга И Огрмак Не сделали за последние Пару минут Вообще ничего Они Очень хитро Пытаются исполнить Но в итоге Не получается ничего Здесь же Кстати говоря Фенрир Подходит И спасает От ганга Нет не спасает От ганга Потому что Супер Слишком осторожный Что у нас У Сайлора Сайлор Так 26 крипов У Дазла 25 у Сэфа 23 у Лекана И у Сайлора 11 у Ародикея 10 у Лоды Ну и Играя пока что Достаточно ровно идет Не могу я сказать Что кто-то имеет Явное преимущество Даже тяжело Сказать Вот В чью это пользу То что Изначально Так Так Такой как бы Буст все получили То есть игра Началась по сути дела Не с первых ловелов А с третьих Дазл тут Попытка убить змей Змей невосприимчивы Вообще ни к чему И они фармят крипов И Дазл ничего не может С этим сделать Пытается Пытается Бульдог Ну для него Это явно Не характерный персонаж Для Бульдога Так что Не исключено Что он здесь Сыграет Может быть Немного хуже Чем на каком-нибудь Лондруиде Или Там Фурионе Пока что Все идет по плану Вичи Гейминг Они дофармливают Мейки Они дофармливают Ловела на Аликонтропе Они имеют сейчас Хорошего Виномайсера И вот Три минуты И они пойдут пушить Альянс Надо быть готовым К этому Да У них Урса Без ордов С третьим Овер Пауэром Это Не тот герой Которого Хотелось бы Видеть сейчас Вутурса С третьим Клэпом Это было бы Круто Ну и то На самом деле Так Лозы тут Гоняют волки Волки Медведи Все смешалось Так ну что Ароти Кей Шестой левел Взял Да Очень интересная Линия Наверное Самая увлекательная Линия в доте Вайпер против Ой Вайпер Виномансер Против Дазла Вот они Друг друга Замедлили Но Дазл то посерьезней Как мы видим Будет Даже под Ой Да ладно Курьера потеряли Ворды Просто убили Как это вообще Может быть Как ты просто Отдаешь этого Курьера Адмирал Бульдог Он тащил ему Меку какую-то Зацарил О боже мой Нет ну курьер Ты в итоге пустой умер Пустой? Ну от этого не легче Я думаю Сейчас шведам Ну как бы Они просто напидели Летающим курьером Который стоит много денег Причем ну Бульдог действительно Не ожидал Он так увлекся Погоней Тем временем Попытка была Атаки на мид От команды Элайенс Она не увенчалась Успехом Зато они потеряли Вышку Смотри как их сейчас Примут Тут в инвизи Да Заблочил Сайлор Не удалось Это габелла Да Здесь же вайпер Он замедляет Урсу Если какой-то стан Хекс Нет урса Улетает В любом случае Минус венга И сейчас Сразу же переходит К пушу тавара И отбивать его Абсолютно нечем И Ротикей Тоже в миде Уже подошел И пушит С4 может подойти С4 может подойти И сейчас Вот Крипчика Портифика Ну тут Да я думал Что он Крипчика Будет динать Но у него по моему Полный стак душ На максимальном На текущем уровне Некромастере Так Ты абсолютно прав У него полный стак душ И нету курьера Мека летит Лода не ластхитит Что происходит Вообще ни одного Крипа не добил Урсой И катапульту не добил Ну катапульту тяжело было добить Но Не ну урса Сейчас Перед глазами Перед глазами Но тут надо конечно Каким то образом Снизить уровень адреналина В крови И просто Холоднокровнее сыграть Потому что В принципе то у них Есть чем подраться Они это и делают Просто надо Если ты говоришь А вич и гейминг Они снизили уровень адреналина Они выходят и убивают А альянсы Рошан есть Рошан Ну все пошли на Рошу Но там стоит змейка Охраняет Ну как бы да Она все палит Рошан то Ну Рошан упадет Достаточно быстро Но проблема в том Что вич и все прекрасно Смотри смотри Они в смоке выходят сейчас А Ротикей в принципе В миде ошибется Если останется здесь Видит сейчас Адмирал Бульдог Байтит Адмирал Бульдог Просто завонил сюда Ротикей Подходит Лода Начинает его бить Неплохая фиссура Мы видим здесь От 5 Ротикей получает Минус армор Шейкер заходит Отличный стан По двоим Лоду держат Лоду не отпускают Ликан приходит Ликан сейчас Свежее мясо Для волка Остановите его Он просто несется Убивать Да Зацарапал здесь Огра Сейчас и С4 тоже попадется Да Замедляет его Змеечка Он подблодласт Подблочивает Подблочивает Так Закончилось Есть ли фиссура Есть ли что-нибудь С4 Уходят Давят на базу И GM Оп Фиссура Замедлили Волки Догрызают Телепорт делает Огрмаг Волки пошли Дальше Здесь урса Вайпер встревает У вайпера Через 5 секунд Мега Надо жить Варды ставятся Под тир 3 Тир 2 еще не сломали Варды ставятся Под тир 3 Аки убивают На базе Убивают На базе Лоду Охо-хо-хо Да Вот это Игра Я думаю Если мы отставали От расписания Мы сейчас Быстренько Все нагоним Не Ну здесь Тяжело сказать Что Вич и Гейминг Играют так Ну типа Это их заслуга Я скорее скажу Что большая заслуга Оленцев Что игра получилась Такая быстрая Хотя ночью не закончится Может быть да Цепляет Вингу Вингу Цепляет Вингу Хороший Грейв От Бульдога А она все равно умрет Там слишком много Волки 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 Да Лечение Денайс Нет там Яда виномансера Там же было на ней Яд виномансера Почему они не знали Там яд виномансера Вайпера Ну видимо просто Рачки В первую очередь Яд виномансера Тут Под ним Можно денис Даже не знаю Под ультиматом Вайпер Можно узнать Ой ой Роди кей Роди кей Роди кей Роди кей Танкует Просто Роди кей Байтис в этой игре Очень жестко Уже который раз. Да, ну и что, они потеряли очень много героев, они потеряли вышку. 11-ая минута, 10к золот, 3к экспы. Да. Но ничего страшного, сейчас на Рошана, сейчас все получится. Сейчас все получится. Есть ли смоук у кого-то? Смоука нету, у Дазла практически мека. Понимаешь, что чемпионы мира могут не выйти из группы? Как в чемпионате мира по футболу у нас практически. Заходит на Рошана сейчас Вичи Гейминг, у Ликантропа Володька уже заряжена, 2к золота, кстати говоря, сверху, это уже как минимум практически пачка некров. Смотри, насколько сильнее пик Вичи Гейминг, вот если они хотят забрать Рошана, то есть вот Веномансер этот, Шейкер, и просто они ничего не дают сделать. А Альянсы... Все, Альянсы ничего не делают. Шейкер на Рошане хороший герой, он может просто колбасу вот так положить, и ты не зайдешь туда, или не выйдешь. Шейкер тоже, Веномансер тот же, Шаман с этими вардами. Вообще вот эти Вайпер плюс Веномансер, этот ядовитый пик, он такая головная боль для Урсы, для того же Дазла, для того же СФСМИ. Байтит, 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 выходит. Вайпер спалился. Все, Вайпера вливай в него. О, убивай, Вайпер, убивай, Шейкер, боже мой. Супер падает. Но силар, силар, одного, второго, супер байбэкнулся, С4. Умирает, бульдогу, успеет ли сбить телепорт. Нет. 4 в 1. Ну, байбэк заставили сделать еще. Я думаю, ФВАЙ отомстил сейчас С4 сполна за соло чемпионшип. Кому-то может показаться странным, но ФВАЙ действительно играл в соло чемпионате. Он чемпион, по-моему, китайский какой-то, ну, китайский чемпион, можно сказать, один на один. И чемпион турнира за саммит, который собрал там много интересных команд. Влетело, а, подожди, стою, у него нету дагера. Как-то он так быстро зашел пешком. Он просто зашел, я просто не ожидал, что он так быстро там окажется, я провтыкал здесь. Я думаю, там никто не ожидал, что друг друга вообще увидите. Шейкера, альянс не ожидали. И уж точно Вичи не ожидали, что там появятся альянс. Что делать с виномайсером, которого гоним, пока что сложно сказать. Да, тут это вообще борода, даже с первым ультимейтом. И джем, умирает. Ну, просто очень жесткий проказ. Тут, в общем-то, Вичи Гейминг. Изи каточка. Ну, молодцы, я... Конечно, альянсы, да, рискнули, но это полностью заслуга Вичи Гейминг. По-моему, впервые команда контрит вот такой заход на Рошана от альянсов. Обычно, когда альянс что-то придумывали на Рошане, их законтрить не удавалось. Потому что слишком быстро они все делали. Так, Аегис выбивают, СФ падает, ФВАй падает. У Бульдога проблемы, он закиливается, получает молнию, умирает. Ну, и тут просто уже мясо. Вайпер всех расстреливает вместе с Ликаном. СФ курица. Альянсы рисуются так быстро, что такое ощущение, что они не умирают. Они просто по кулдауну с базы выходят. Какая там следующая игра? Ты уже так, да, решил? Ну, что ж, следующая игра у нас Альянс против Клауд Найн. Да, интересно будет посмотреть. Ну, в общем-то, да, тут все ясно. Вич и гейминг остаются на первом месте. И сейчас Альянс будет играть против Клауд Найн. Седьмое поражение для Альянс. И теперь они могут рассчитывать только на переигровки. Еще одно поражение, и они с турнира вылетают. Минус 0,7 фэнтези поинтов у лода. Топ. Да, печальная история. Прощаемся с вами. Не прощаемся с вами. Говорим вам. See you later. Через несколько минут на этой трансляции игра Альянс против Клауд Найн. Возможно, небольшая пауза, так как все-таки такой быстрой игры никто не ожидал. Субтитры создавал DimaTorzok